Здравствуйте, это программа подробностей. Сегодня подробно о промышленности Рязани и Рязанской области. В нашей студии министр промышленности, инновационных информационных технологий Михаил Пронин. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Начать хотелось бы с события прошлой недели. На прошлой неделе в Рязани с официальным визитом побывали глава корпорации Ростех Сергей Чемизов и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Поводом к их визиту стала работа предприятия Форд, одного из крупнейших в России предприятий медицинского профиля. Оно расположилось в Рязанском районе, начало работу не так давно. Вы сопровождали высоких гостей в рамках этого визита. Какие вообще остались впечатления и о чем шла речь? Я на предприятии Форд бываю достаточно часто, поскольку сейчас весь этот инвестиционный проект компании Форд в самом разгаре. Поэтому мы регулярно общаемся с руководством предприятия, проговариваем те вопросы, которые необходимы помощи от региональной власти, от нас. Поэтому на самом деле для меня это больше как рабочая встреча. Но понятно, что такие высокие гости, которые были, причем разного плана, и Сергей Чемизов как руководитель Ростеха, и Райника Игоревна Скворцова как министра здравоохранения. То есть это два направления, которые крайне важны для предприятия, которое у нас в настоящий момент располагается здесь. Обсуждались рабочие моменты по реализации уже продукции, которая пошла в производстве на заводе. Обсуждались дальнейшие перспективы строительства второй очереди предприятия, расширения видов продукции. Вот это основные моменты, которые необходимо было обсуждать на этой встрече. Ну вот в СМИ прошла информация, что вокруг форта в Рязанском районе может образоваться целый такой фармакологический кластер. Действительно это так. На настоящий момент поручения от нашего губернатора Олега Ивановича Ковалева есть о начале проработки, о создании такого кластера. Почему это необходимо и почему действительно все предпосылки на настоящий момент есть. И Олег Иванович эту задачу нам ставит. Поскольку предприятие «Форд» уже состоялось. Это признано и на региональном, и на федеральном уровне. Предприятие достаточно уникальное. В тот момент, когда планировалось это предприятие, конечно же, есть некие резервные мощности у этого предприятия. Есть некая инфраструктура, которая вокруг этого предприятия будет создаваться. В том числе и социальная инфраструктура. И здесь, конечно же, напрашивается ряд предприятий этого же направления. То есть направления медицинской продукции. Поскольку, находясь рядом, им будет удобнее существовать рядом. И с социальной точки зрения, и с точки зрения, опять же, энергоносителей, другой дорог и другой инфраструктуры. И, опять же, некие кадровые моменты, которые тоже перекрываются у нас нашим мощнейшим медицинским университетом, нашим радиоуниверситетом. Потому что ряд направлений перекрывает и радиоуниверситет. Поэтому, конечно же, все предпосылки на сегодняшний момент для реализации этого кластера есть. Плюс, когда заходит речь и переговоры с инвестором, он приходит в тот или иной регион. Инвестор хочет посмотреть, насколько его коллегам здесь комфортно работается. А предприятие Ford – это один из показателей, что на Рязанской земле крупному бизнесу, серьезному бизнесу, работает комфортно. Инвестиции, которые они сюда приносят, они здесь находят полную поддержку, понимание. Ну что же, от фармакологического кластера к кластеру машиностроительному. Несколько месяцев назад мы в этой студии говорили о желании возродить Рязанский станкозавод. Желание, скажем так, развивать площадку, которая осталась от Рязанского станкозавода. И, насколько я понимаю, на прошлой неделе знаковое событие. Первое предприятие на этой площадке, что называется, начало работать. Да, действительно, у нас на сегодняшний момент есть четкая задача, которую ставит губернатор по возрождению Рязанского станкостроительного завода. И есть уже понимание тех путей и, скажем, тех направлений, по которым следует идти для того, чтобы предприятие существовало и эффективно существовало. Конечно же, открытие предприятия группы Вестапарк – это важное событие, это на территории Рязанского завода. Станкостроительного завода. Но есть, конечно, и один момент в том, что это, конечно, предприятие по производству металлоконструкции, но не предприятие по производству станков. Это не станкостроительное предприятие. Но, тем не менее, на сегодняшний момент мы, конечно же, понимаем, что станкостроительный завод в том размере, с тем размахом, есть необходимость некой его реструктуризации, создания более современного, более эффективного производства. Поэтому на сегодняшний момент мы видим те точки, и на настоящий момент сделка по приобретению ряда цехов уже идет, часть уже завершена, часть находится в стадии завершения. То есть вот это приобретение – это, по сути, возврат в госсобственность? Нет, на настоящий момент будет заводом заниматься частный инвестор, но компания, которая уже зарекомендовала себя в станкостроении России достаточно неплохо. И, конечно же, при поддержке компании «Станкопром», которая является государственной, которая входит 100% в корпорацию «Ростехнологии». То есть, конечно же, участие государства непосредственно там будет, и, наверное, на настоящий момент возродить резонанское станкостроение без четкой, без большой поддержки государства будет достаточно сложно. Но вот сделка уже идет, что называется. Да, в настоящий момент сделка идет. Есть уже, в настоящий момент пишется программа и проговаривается программа по выпуску продукции определенной. То есть мы уже видим количество, расписанное по годам, которое будет произведено. Мы подразумеваем, сколько будет трудиться людей, какие мощности будут задействованы на сегодняшний момент на предприятии. И основная цель, и задача, которую ставит губернатор, чтобы максимальное количество площадей, максимальное, бывшего резонанского станкостроительного завода была задействована именно под станкостроение. Ну что ж, спасибо за такие вот хорошие новости. Михаил Пронин, министр промышленности, инновационных информационных технологий Рязанской области. Будьте в гостях программы подробности. Сегодня мы подробно поговорили о перспективах развития промышленности в Рязанской области. И эти перспективы есть. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова